А теперь несколько слов о формах будущего времени страдательного залога. Эти формы подписаны у вас в параграфах 24.14, сама схема дана, и для первого будущего времени, и в параграфе 24.18 для второго будущего времени. Здесь тоже первое, второе, опять же, в зависимости от наличия «т» в суффиксе, и 24.15, 24.19 даны соответствующие парадикмы. Как образуется форма будущего времени страдательного залога? Вот здесь опять нас ждет некоторый сюрприз. Форма будущего времени страдательного залога образуется от основы аориста страдательного залога. Не от основы будущего времени, не от какой-то другой специально отдельный, от основы аориста страдательного залога. Ну, вообще, вы, наверное, уже можете привыкнуть к тому, что есть некоторое родство в греческом языке между будущим временем и аористом. Ну, хотя бы в видовом отношении будущее время имеет, в общем-то, неопределенный вид в греческом языке, может описывать и завершенное, и незавершенное действие. Поэтому в видовом отношении будущее время и аорист, они близки друг к другу, и это уже указывает на родство этих форм. А теперь, оказывается, не только в видовом отношении, но в страдательном залоге они используют одну общую основу. Поэтому в будущее время образуется следующим образом. Основа аориста, ну, без превращения, как раз превращение – признак прошедшего времени. Перевращение есть в аористе, превращение есть в перфекте. И потом, изучая дальше греческий язык, узнаем, что превращение есть в аористе изъявительного наклонения. За пределами изъявительного наклонения аорист не имеет превращения и больше не указывает на прошлое. Поэтому превращение вы можете, ну, вот, как-то так для себя воспринять. Превращение – это такой признак прошедшего времени. Там есть превращение, там есть и прошедшее время. Имперфект – это прошедшее время, аорист – это прошедшее время. Раз есть превращение, есть прошедшее время. Будущее, конечно, не прошедшее, там нет превращения. Итак, основа аориста без превращения плюс образующее времени, которое в будущем времени выглядит как тез. Ну, такой же суффик, как у аориста, плюс суффикс, типичный для будущего времени сигму. Поэтому так, вот вместе, если вы не будете, тез плюс соединительное гласное, так как теперь образующее время заканчивается на согласную, соединительное гласное нужна. Это раньше она была не нужна. И плюс первичное окончание среднестрадательного залога. Первичное окончание. Вторичное окончание, когда употребляются у тех глаголов, есть превращение. То есть у нас есть система превращения плюс вторичное окончание, нет превращения плюс первичное окончание. Ну, превращение там, где прошедшее время, то есть прошедшее время – это превращение и вторичное окончание, это в аористе и в эперфекте, а в будущем времени, нет, ну и в настоящем времени, нет превращений, и используется первичное окончание. Первичное окончание, в данном случае, среднестрадательного залога. Все вместе вы можете посмотреть в парадигме 24-15, для гугла ЛУ, ТЭСОМАЙ, видите, ЛУ, АСАНОВА, ТЭС, образующее время, страдательное будущее, О, соединительное гласное, МАЙ, среднестрадательное, окончание первичное. ЛУ, ТЭСОМАЙ, ЛУ, ТЭСЭ, ну, опять же, ЛУ, ТЭСЭ, обычным образом все процессы произошли, и хотя было историческое окончание САИ, но из-за падения и слияния получилось ТЭ, но вы уже так и учили, ОМАЙ ЭЭТАЙ, ОМЭТЭЭСТОУТАЙ, вот эти ОМАЙ ЭЭТАЙ и ОМЭТЭЭСТОУТАЙ вы здесь видите, просто перед ними еще ставлено ТЭСЭ, поэтому ЛУ, ТЭСОМАЙ, ЛУ, ТЭСЭ, ЛУ, ТЭСЭ, ЛУ, ТЭСЭ, ТЭСЭ, ЛУ, ТЭСОМЭТАЙ, ЛУ, ТЭСОМЭТАЙ, ЛУ, ТЭСОМЭТАЙ, Л ЛУ, ТЭСЭ, ЛУ, ТЭСЭ, ЛУ, ТЭСОМЭТАЙ, помня суффикс ТЭС и ОМАЙ ЭЭТАЙ, ОМЭТЭСТОМЭТАЙ, вы легко будете понимать, как образовалась форма будущего времени, ну, к тому же, вот это огромное муструозное окончание ТЭСОМЭТАЙ, да, маленькое слово ЛУ, и ТЭСОМЭТАЙ, оно так очень бросается в глаза, и опять-таки форму будущего времени, страдательного залога, вообще легко узнавать в греческом тексте. На первый взгляд, вот это вот жуткое окончание пугает, но, как только вы с ним освоитесь, вы обнаружите, что это не ужас, а наоборот благо. Вот это вот большое окончание так сильно бросается в глаза, что вы всегда и легко будете узнавать форму будущего времени страдательного залога. Ну, и теперь еще нужно пару слов сказать. Есть несколько глаголов, опять, совсем немного, у которых в будущее время страдательного залога образуется, ну, так, по второй модели, то есть, с суффиксом не ТЭС, а с суффиксом ЭС. Ну, самое распространенное, глагол Апостелла, в будущем времени он имеет коинстал, ну, а приставка Апо, коинстал, и вот его форма в параграфе 14.19. Апостелл СОМАЙ, ну, и потом СЭССТАЙ, СОМЭТА, ССТАЙ, СОМЭТА, СОНТАЙ. Если вот этот вот набор среднестрадательных первичных окончаний выучили, то плюс перед ними С, и все очень хорошо видно. Да, конечно, не хватает вот этой Т, но в любом случае вот это длиннющее и тоже не очень простое окончание хорошо видно, бросается в глаза, и поэтому форму узнаваем. Так что, у нас с вами есть много признаков у глаголов страдательного залога. Особенная основа, общая для Ореста и будущего времени превращения, которое есть только в Оресте. В Оресте суффикс Т, или во втором Оресте Э, суффикс ТЭС, или во втором будущем С, в будущем времени, плюс в Оресте вторичное окончание действительного залога, в будущем первичное окончание среднего залога. Хотя вот это разнообразие всего очень большое, но на самом деле вот есть такие яркие признаки в этих формах, вот это Т, Оресте, и вот это длиннющее окончание Т, суффикс ТЭС, и так далее в будущем времени, которые, формы, которые, вот эти все формы делают достаточно легко узнаваемыми, и вы скоро обнаружите, что вы их легко видите в тексте, но увидев в тексте, уже легко можете разбираться, что же все это на самом деле означает. Ну и последнее, нужно несколько слов сказать о так называемой отложительности, то есть о глаголах, которые не имеют формы действительного залога, но которые по своему значению напоминают глаголы действительного залога. Что именно нужно сказать? В греческом языке, в Оресте, в будущем времени, есть глаголы, которые, не имея формы действительного залога, имеют либо форму страдательного залога, либо форму среднего залога. Ну, например, возьмем глагол параломай, ну, в настоящее время форма параломай, в настоящее время он не имеет формы действительного залога. Так вот, в Оресте этот глагол встречается только в форме страдательного залога, то есть эпараутен. Он не встречается в форме среднего залога, он встречается только в форме страдательного залога. Ну, и в форме действительного тоже не встречается. Ну, опять же, переводится там шел, пошел там и так далее. В зависимости от того, какое значение требует контекст, то есть переводится обычным глаголом действительного залога на русский язык, но имеет форму только страдательного залога. Ну, давайте, чтобы был текст с этим глаголом. Матфея 28, 16. Самый конец Евангелия от Матфея. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Вот это вот глагол Э, Пареу, Тэ, Сан. Пареу, Май. Видите, приращение Э. Пареу, корень. У этого глагола корень не изменился, в том числе и в области страдательного залога. Суффикс Т. И окончание Сан. Вот третьего множественного. Кстати, вот глядя на это окончание, я подумал, что, наверное, его можно, как бы, в первый момент попытаться перепутать с будущим временем. Тэс, да, Тэ и плюс Сигма. Ну, вы не перепутаете, потому что нет такого окончания Ан среди окончаний будущего времени. Сан – это окончание Лорисное. Итак, двенадцать же учеников пошли в Галилею. Да, вот, и вот здесь Пареу, Май, ну, формально стоит в страдательном залоге, но действительного залога вообще не имеет, и переводится вот просто глаголом пошли. Так что, есть такой этот и ряд других глаголов, которые часто называют страдательными отложительными глаголами. Ну, есть глаголы еще и так называемые средние отложительные. Ну, если пользоваться классификацией Маунса, он, например, глагол АХО или АХОМАЙ относит к отложительным глаголам. Ну, например, Матфея 4.17, ну, с примером, с глаголом АХО. АПОТОТЕ ЭКСАТОХО ИИСУС КЕРУССЕЙН КАЙ ЛЭГЕЙН. АТЕ НУ ЭЙТЕ, ну, там какая. А с этого, ну, от этого или с этого времени, ЭКСАТО – это АОРИСТ среднего глагола, залога от АХОМАЙ, АЛЬФО удлинилось в ЭТО, ХСЭДАЛИКСИ, поэтому АХОМАЙ ДАЛО ЭКСАТО, с этого времени начал ИИСУС проповедовать и говорить «Покайтесь». И вот это вот ЭКСАТО может быть названо средним отложительным глаголом. То есть, вы не понимаете, почему средний отложительный? В АОРИСТе бывают страдательные отложительные глаголы и средние отложительные глаголы. В АОРИСТе бывают глаголы, которые встречаются в форме страдательного залога, не встречаются в форме действительного залога, мы их называем страдательные отложительные. В АОРИСТе бывают глаголы, которые встречаются в форме среднего залога, не встречаются в форме действительного залога, мы их называем средние отложительные. В АОРИСТе бывают и еще забавные явления, когда глагол встречается то в форме страдательного залога, то в форме среднего залога, и не встречается в форме действительного залога. Вот как пример такого глагола мы можем перевести глагол «апокрино» в Аоресте. Давайте посмотрим Матфея, 27 глава, 12 стиха. Это разговор Иисуса с Пилатом. И вот 12 стих. «Кай энто категорей стай аутон, хупутен ахеерейон, кай пресбытэрон, уден апокринато». «И когда он был обвиняем первосвященниками и старейшинами, ничего не отвечал». «Апе кринато», ну апокриномай, «ап» приставка, «э» приращение, «крин». Основа, а это сонорный глагол, поэтому здесь нет сигмы, есть просто альфа, «апокрин», «ато». «Средний залог». И формы действительного залога этого нет, и средний залог, да, вот имеет значение «отвечает». «Ничего не отвечал». Теперь посмотрите тот же самый контекст, но читаем дальше, 14 стих. «Кай ук апокрите ауто просуден хэн рэма». «И не ответил ему ни на одно слово». Видите, апокрите, «ап» приставка, «э» приращение, «кри». Ну, не тут выпало, осталось только «кри» от основы. «И тэ», образующее время и ауриста, ну в данном случае форма третьего лица, единственного числа. «И не ответил ему ни на одно слово». В 12 стихе апокри на то, и ничего не ответил. В 14 стихе, ну или не отвечал. И в 14 стихе форма страдательного залога апокри то, и опять же ответил или отвечал. Ну, контекстуально здесь нет никакой особой разницы между формой ауриста среднего залога и формой ауриста страдательного залога. И они употребляются практически как взаимозаменяемые. Ну, некоторые толкователи пытаются найти разницу, но кажется не очень убедительно. А так мы можем говорить, что глагол апокри на может быть и средним отложительным, и страдательным отложительным в ауристе. Так что общая схема для залогов в ауристе выглядит следующим образом. Есть форма действительного залога с суффиксом са, то есть са, са, са и так далее. Ну, например, для глагола ло, элуса развязал, я развязал. Есть форма среднего залога с суффиксом са и окончанием, и другими окончаниями, са-мен, са-со, са-то и так далее. И, например, элуса-мен, я развязал для себя, то есть вот развязал в каких-то своих интересах. Я развязал все, вот, вот, какие-то там целый ряд вариантов вот вовлеченности подлежащего действия. И есть форма страдательного залога с формой ТН, ТСТ и так далее. И для Гоголу ЭЛУТЕН. Я был развязан. Подлежащее подвергается действию. ЭЛУСА развязал. ЭЛУСАМАН развязал для себя. ЭЛУТЕН был развязан. И помимо этого бывают еще и отложительные глаголы в Оресте. ЭЛУСАМЕН я начал. И это можно было назвать средним отложительным глаголом. И ЭЛУТЕН я пошел. И это можно назвать страдательным отложительным глаголом. Вот такая вот залоговая система у нас с вами для Ореста. Ну и аналогичная картина для будущего времени. Продолжение следует...